Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для Weapon Fighting Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит и скрипт. Получить их можно очень просто на моем личном сайте. Ссылка на него, если что, как всегда, будет в описании. А также, кому не сложно, прошу вас нажать хотя бы на одну рекламу, перед тем, как будете получать скрипт или чит. Буквально там на сайте 5 секунд побудьте, и все, и можете выходить с него. А далее, заходим в эксплойты. Получается, если у вас не установлен никакой чит, скачиваем либо стар, либо сплэш. Сплэш сразу скажу то, что с ключом. Стар без ключа. Какой вам больше чит нравится, такой и используйте. А далее, возвращаемся обратно. И в поиске пишем Weapon Fighting Simulator. Нажимаем поиск. Сейчас на сайте есть 4 скрипта. Возможно, скоро будет больше. Ну, в сегодняшнем видеоролике я буду показывать вот этот самый первый скрипт по счету, где 0 скачиваний. Нажимаем на кнопочку скачать. Далее, еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто. А далее, что нам нужно сделать? Это, естественно, зайти в игру. Запустить чит. Ну, то есть открыть. А далее, нажимаем на кнопочку Inject. Ждем, пока здесь все DLL проверятся. Буду использовать, кстати, в сегодняшнем видеоролике Splash. Но сразу напоминаю то, что Splash с ключом. Там нужно будет на несколько сайтов перейти. Вот. И потом у вас запустится само приложение. Также видеоролик, как скачать Splash, оставлю в подсказках. В принципе, там все понятно. И четко, ясно объяснил. Так, короче, как видите, у меня открылось пустое окошко. И ничего не происходит. Что в этом случае нужно делать? Нужно навестись на нижней панели на иконку Роблокса. И через крестик эту панельку закрыть. Далее нажимаем еще раз Inject. И со второго раза всегда получается заинжектиться. Все, отлично. Inject прошел. Далее вставляем скрипт. И нажимаем на кнопочку Exход. Все, ждем, пока сейчас сам скрипт загрузится. Происходит это довольно быстро. Здесь, в принципе, функций не так уж и много. Но ничего с этим не поделаешь. Ладно. Давайте начнем, значит, с SP. Быстренько глянем. Есть, получается, The Player SP. Не знаю, важная штука или нет. Также трейкер SP. Это, получается, типа, расстояние до этого игрока. На MSP, получается, название. Хотя название и так уже было, по-моему, написано. А, нет, название не было написано. Окей. Галяется, вот, получается, никнейм его. Визуальный и основной. Вроде бы как. А, нет, сверху это ник, а, короче, снизу это расстояние до него. Кстати, прикольная штука. И Boxes SP. Box XP. Не знаю, что это делает, но, короче, что-то, наверное, произошло. Ладно. Выключаем. В принципе, это особо нам не интересно. Здесь, вот, получается, есть только одна самая важная функция. Это Basic Auto Farm. Значит, смотрите, чтобы этот автофарм работал, вам нужно подойти к какой-то тренировочной палке. Далее, включаем эту функцию. И, как видите, автоматически начинается атака. Вот. Ну, как видите, функция работает. В принципе, не знаю, есть здесь автофарм вообще изначально в этой игре или нет. Потому что в некоторых играх бывает просто то, что изначально автофарм есть. Но, насчет этой игры не знаю. Вот. И, как видите, оно один раз атаку делает. Далее мечи возвращаются ко мне. И потом после этого еще раз повторяется атака. Хотя, по идее, они сразу должны вроде бы как атаковать. Без остановки. Нет, все-таки останавливаются. Ну, ладно. Самое главное то, что эта функция работает. И, получается, мои мечи атакуют ближайшую палку ко мне, которая стоит. Вот эту большую, конечно, я не сломаю, потому что много ХП. Ладно, давайте посмотрим, что здесь еще есть. Валдспид. Это, получается, скорость бега вашего. Ну, давайте поставим 50. И, как видите, скорость стала большим. А Jump Power это высота прыжка. Давайте поставим 25. Нет, все-таки давайте 50 поставим. А прыжок вроде как не работает, кстати. Да. Jump Power не работает. Окей. А дальше Infinity Jump. Давайте проверим. Да, Infinity Jump работает. Отлично. Далее. На кнопочку G какая-то функция есть. Plate Form No Clip. Это какой-то No Clip, но работает, по-моему, как-то по-другому. Давайте проверим. Пока что почему-то через стены не могу пройти. Окей. Ладно. Тогда давайте включим следующую функцию. Это No Plate Perform No Clip. Получается, как я понял, его выключить, типа. А, или включить наоборот. А вот этот No Clip, кстати, уже работает. На кнопочку N я нажимаю, и он выключился. Опять нажимаю и включился, как видите. Это работает. А дальше Fly. Давайте проверим на Б английскую. Нажимаем. И, как видите, Fly тоже работает. Отлично. Куда меня понесло? Так, секунду. Что-то, походу, сломалось. Немножко. Вот, все. Отлично. Выключаем эту функцию. Далее, Anti-Lag. Это, получается, функция, чтобы вас вдруг не лагало. То есть, если начнется лагать, вы включаете эту функцию. И, по идее, лаги должны пройти. Телепорт to Random Player. Давайте посмотрим. Как видите, TP работает. Прикольно. Так, ладно. Идем дальше. Lag Switch F3. Тоже не знаю, что это за функция. Сервер Hop. Это, короче, если заходить на сервера. То есть, за вас автоматически перезаходить. Script Tooled. И Rejoin. Это просто перезайти один раз. Вот. Идем дальше. UI Settings. Здесь. Что здесь есть? Ну-ка. Здесь кредиты. Имидж какой-то. Но он почему-то не открывается. Окей. Значит, это GUI можно свернуть. На правый Control. Давайте проверим. Да. Как видите, его можно скрыть. Если вдруг он вам мешает. Ну ладно. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok